В век глобализации неудивительно, что мы перенимаем обычаи, модели поведения и празднества других народов. Возможно, в этом нет ничего странного и страшного. При этом мы должны крепко держаться своих культурных основ. Это очень важно для молодого поколения, для неокрепшего разума. Тем более, что кавказской культурой восхищаются все, кто прикасается к ней. Культурологи, путешественники, историки и даже завоеватели. Сколько захватчиков мы перемололи в своих этнокультурных жерновах. Кавказская и дагестанская культура, она с мощным духовным стержнем. Наш моральный императив – это яхнамус. Все, что выбивается на фоне потока нашей этнокультуры, на мой взгляд, должно быть отброшено. Мы готовы изучать их опыт, но, пожалуйста, не навязывайте. Обезьянничание нам не подходит. Вот еще бал сатаны в стране войны во имя Бога, где чтят пророков больше, чем в какого бы то ни было мусульманской или христианской стране. Это действительно странно. Хэллоуин – псевдокультурная отрыжка Запада. Не будем спускаться с гор духовности в норки присмыкающихся. Пусть этот праздник отмечают кто хочет в кругу своей семьи. У нас ведь свобода совести. Но дагестанцы сами кого хотят, научат праздника. У нас они, в отличие от других, святые и наполненные духовным смыслом и светом. А попытка всколыхнуть дагестанского общества псевдокультурной интервенцией – материаль Абдулла Алиева. Это Хэллоуин, это Хэллоуин, ты выплял шум между ними. Это Хэллоуин, смерть в любом материале. Праздники бывают разные. Молодежь падка на культурные нововведения. Дагестан – не исключение. На неделе социальные сети взбудоражила весть о проведении некого бала сатаны, кстати, приуроченного к древнему кельтскому празднику Хэллоуин. Хэллоуин считается современным праздником, однако он восходит к древним языческим традициям кельтов Ирландии и Шотландии. Его празднуют на территории англоязычных стран в канун Дня Всех Святых, в ночь на 1 ноября. По поверью, в эту ночь вся нечистая сила проникает в наш мир, и чтобы они не причинили людям вреда, нужно провести ряд разных ритуалов. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить церемонии для успокоения мертвых. Первоначально этот праздник был календарный и аграрный. Со временем он стал праздником, посвященный Самхейну. Это бог смерти, бог князь тьмы в кельтской мифологии. Отмечали этот праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября. Разжигали костры в дубовых рощах, друиды. Приносили жертвоприношения потусторонним силам. Главным символом праздника является так называемый светильник Джека. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее усмехающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Этот светильник служит якобы оберегом. В действительности этот символ подразумевает отрезанную голову и имеет не совсем благополучную историю. По одним данным, эта тыква является оберегом от этих злых сил, которые проникают в наш мир из потустороннего мира. А по другим сведениям, эта полая тыква символизирует голову Джека. Был такой персонаж, который продал душу дьяволу, и эта тыква символизирует его голову. В конце 20 века в ходе глобализации мода на атрибутику Хэллоуина дошла до большинства неанглоязычных стран Европы и СНГ. В наши дни он отмечается маскарадными вечеринками, на которых принято облачаться в образы нечисти. В ночных клубах или, значит, 31 октября, скажем, стали отмечать в виде костюмированных баллов, в виде такого, значит, времяпровождения веселого. Там присутствует еда, это, значит, адская еда и коктейли. Цвет этого праздника оранжевый или черный, вот. И, значит, они должны переодеваться вот в демонов, в вурдалаков, значит, в оборотней, в ведьм. Наш горный край, к сожалению, не стал исключением. И у нас нашлись те, кому забавно отпраздновать иностранный праздник. Название мероприятия говорит само за себя – Бал Сатаны. Организаторы призывали всех желающих окунуться в пространство ужаса и смеха, где зло и черная магия правят балом. С точки зрения того, что нам оставили наши достойные предки, в том числе великий имам Шамиль, нам, конечно, начиная с себя, я это говорю, нам всем должно быть стидно. То, что мы, вместо того, чтобы мы должны сохранить то великое наследие, которое нам оставили наши предки, мы уничтожаем это наследие. А уничтожать надо стереотипы, которые о нас, значит, сложились по всему России, даже в странах СНГ. Наша вина, вина старших, более старших людей, чтобы мы правильно не преподносим нашу историю, наше наследие нашему молодому поколению, нашему будущему. Бал сатаны, темная магия и зло. Все то, чего человек, по сути, должен сторониться, преподносится в форме игры и забавы. Лидеры всех конфессий в нашей стране долгое время пытаются добиться запрета на этот праздник. Довод у них есть. Ведь основа этого торжества идет в разрез не только с их религиозным уставом, но и с общечеловеческими ценностями. По большому счету никакой традиционный представитель религии не может говорить о том, что это мероприятие является праздником. Это является поклонением сатане в той или иной форме. Поэтому крайне негативное, конечно, отношение к таким мероприятиям, в том числе на нашей земле. Очень печально видеть тот факт, что у нас здесь, в нашей стране, где всегда были люди достаточно религиозных убеждений, проводятся такие мероприятия, действительно, культовое поклонение в той или иной форме сатане. Конечно, те молодые люди, которые проводят эти мероприятия, они не понимают суть. Но от этого суть дела-то не меняется. Мы видим сегодня в соцсетях, как дагестанцы активно осуждают проведение любых мероприятий, посвященных этому празднику. Но есть те, кто находит ему оправдание, считая это обычным весельем. Одни, вспоминая свою историю и устоявшиеся духовные ценности, проявляют несогласие. Другие, игнорируя свое происхождение и этнокультурные корни, одобряют. Конечно, странно, что к нам приезжают и проводят такие мероприятия, которые вызвали бурю негодований в социальных сетях. В то же время, наверное, это печально признавать, особо неудивительно. Почему? Потому что, в принципе, когда мы должного внимания не уделяем как раз-таки тому богатству, которое мы имеем, то есть тому духовному, культурному богатству, наследию Дагестана, нам навязывает, скажем так, чуждые нам ценности. В данном случае праздник. Поэтому нам нужно, начиная с семьи, заниматься, популяризировать свои традиции, свои обычаи, свою культуру, быт, наследие. И тогда, поверьте мне, даже какие бы хэллоуины, какие бы баллы сатаны сюда не приезжали, они просто не будут пользоваться популярностью. Мультикультурное мировоззрение. Хорошо. Взаимное слияние культур. Отлично. Только с одним лишь условием. Если мы не будем заменять одной культурой другую, собственную, горскую, лучшими образцами которой восхищался весь мир. Абдулла Алиев, Гелач Курбан Алиев, Магомед Магомедов. Специально для итогов недели.